Объясните место из Библии. Второзаконие, 5 глава, 9, 10 стих. Он звучит так. Так это звучит. Снимается ли это вина человека, если он покаялся? Как вы видите, родовое, назовем это, родовым проклятием. И вот до какого рода сегодня остается вот эта часть? Может быть, Таня начнет нам говорить на эту тему, свое видение и понимать. Это на самом деле очень сложный вопрос. И он касается, наверное, каждую семью. Потому что, наверное, в каждой семье есть какие-то свои вещи, которые передаются из поколения в поколение. Если, допустим, дедушка пил, отец пьет, и сын потом продолжает пить. И то есть пить, и вот эта проблема алкоголизма, я возьму как пример, она передается из поколения в поколение. Я верю, что когда человек кается, и он находит именно личные отношения с Богом, он начинает действительно новую жизнь в Боге, я верю в то, что это проклятие останавливается над ним. И я верю в то, что человек действительно начинает новый род, новую историю своей семьи. И все эти родовые проклятия, они действительно разрушаются, когда человек приходит к Иисусу. И, наверное, это не происходит автоматически, но в том, что в этом однозначно есть сила, потому что я верю в то, что когда человек приходит к Богу, в его жизнь засвобождается благословение, и уже не проклятие передается из поколения в поколение, а благословение. Но человек, получается, должен с этим бороться, да? То есть, получается, у него есть какое-то сопротивление. Иеремия 31 глава, 29-31 стих. Вот так звучит. «В те дни уже не будут говорить, отцы ели кисловиноград, а у детей на зубах оскомено, да? Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кисловиноград, у того на зубах и оскомено будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Дома Израиля, из Дома Иуды, Новый Завет, и дальше идет обетование о Новом Завете, да? Продолжи. Ну, давай возьмем местописание, будем все-таки оперировать. Есть такое местописание в притчах, где написано, что как ласточка вспорхнет, как птица рутит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Идолопоклонство – это заслуженное проклятие, потому что так Бог говорит, Бог вчера, сегодня и всегда один и тот же. И написано, что идолопоклонство и служение иным богам – это проклятие заслуженное, и оно передается до третьего и четвертого родов. Что произошло, когда Бог высвободил обетование Нового Завета? Он как раз, и вот ты как раз это местописание, которое я хотел упомянуть, и упомянул, что тот, кто в своем беззаконии находится, от своего же беззакония и умрет. То есть во времена Нового Завета, и Иисус своей смертью фактически завершил на кресте совершение Нового Завета, как раз мы больше не несем на себе проклятие наших отцов, и мы сегодня имеем возможность покаяться за грехи свои собственные. Плюс ко всему, вот в этом и есть благодать, которую мы получили вместо благодати, которая была. Иисус понес на крест всю рукописную, написанную против нас. То есть все наши проклятия – родовые, неродовые, оккультные, неоккультные, какие угодно – даже высвобожденные в наш адрес осознанно и неосознанно. Он понес их на крест своим телом. И больше ничего в нашей жизни, после того, как мы приняли жертву Иисуса Христа как жертву умилостивления за всю нашу грешную жизнь, больше ничего над нами не властвует. Другой вопрос, что человек может сидеть и, что называется, заниматься самокопанием и выискивать, а за что же мне вот это, а за что же мне вот это, за что тебе вот это написано в книге Второзакония. Но Иисус, когда провозгласил, что вот вино, да, кровь Нового Завета, Он все это прекратил, не отменил, но прекратил. В этот момент начали действовать другие правила. И эти другие правила говорят, каждый сам за себя даст отчет Богу. Написано, что каждый должен совершать с страхом и грехом свое спасение. Поэтому понятно, что родовые проклятия существуют. И пока вы не покаетесь перед Богом, не примите его в свое сердце, как Господа своего и Спасителя Иисуса Христа, не примите, что его жертва у милостивления Богу была за освобождение вас от любых проклятий, от любых болезней, от любых чар, очарований, колдований, всего, чего там производили над вами во времена Советского Союза, с этими вот слава КПСС и так далее. Все это отменяется в этот момент. Не нужно заниматься самокопанием. Иисус, Господь, Он взял все, что было в плохое в вашей жизни на крест, вам оставил только хорошее. Берите это. Зачем вы берете с собой то, что было? Перестаньте себя осуждать. Бог вам уже не помнит. Слава Богу, я подумал о чем? Я подумал, может быть, ты нас поведешь в молитве, особенно за людей, кто чувствует и понимает. Вот они уверовали, пришли к Богу, но чувствуют, что что-то мешает в отношении их семьи, их родства, вот помолиться именно о свободе, о свободе от проклятия. И что людям нужно сделать? Может быть, несколько слов ты скажешь. И я бы предложил, я бы предложил повести людей в этой молитве. Прежде чем помолиться, знаете, что такое молитва? По мне. Это не выпрашивание у Бога какой-то очередной милости в нашу жизнь, это разговор с Богом на тему того, что мы осознали. И вот сегодня утром ко мне пришло такое осознание, когда меня попросили просто рассказать, что же человек из себя представляет, собственно говоря, почему он должен прийти к Богу и покаяться. И вот такое осознание ко мне пришло. Почему-то, не знаю почему, на английском языке я проговорил для себя, но я скажу его, конечно, на русском. Мы все, если опираться на Писание, я сейчас не помню точно места Писания, но вы можете просто открытие найти. Мы созданы не просто по образу и подобию Бога в очареве матери, мы созданы самим Богом. Он сплел нас, связал наш скелет, он видел, как каждый орган образовывался у нас. Мы рождены по плоти, то есть от нашей матери и отца, который нас зачали, и мать выносила, и мы рождены. Мы испорчены были этим миром, этим грехом, который в этом мире. Мы очищены были кровью Иисуса Христа. Мы получили вот это вот воссоздание, recreation на английском, как это сказать? Воссоздание, да. Через воду и Духа. И в Духе Святом мы сегодня новое творение во Христе Иисусе. Новое творение во Христе Иисусе не может нести на себе, или с собой, или за собой вести все то, что было в прежнем творении. Поэтому, когда мы говорим о конфликтах в семье, когда мы говорим о каких-то непонятных вещах, которые с нами происходят, мы должны помнить, мы новое творение во Христе Иисусе. И давайте помолимся за то, что вот это вот присутствие Духа, которым мы должны водиться сегодня, будучи верующими, И присутствовал во всем, что мы делаем В наших разговорах, в наших делах В наших мыслях В наших взаимоотношениях и так далее И вот за это давайте, чтобы мы помолились в согласии Потому что все, что мы принесем перед Богом в согласии Написано, Он даст нам Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за то Что Ты уже все совершил на кресте Ради каждого из нас, Господь За то, что Ты, Господь, создав семью Как первую свою церковь Как первый свой образец того Как человек должен двигаться в жизни Ты просто совершил все Он все описал, все рассказал, Господь Ты ради всего этого умер на кресте Для того, чтобы избавить нас От всяких вот этих вот Наносов прошлого От всяких обид, от всяких непрощений От любого рода конфликтов, которые мы несем за собой Потому что мы так привыкли, Господь Но мы сегодня новое творение в Тебе Мы очистились, мы родились свыше Через воду и дух, Господь Мы просим Тебя, чтобы Ты пришел сейчас в нашу жизнь Разрушил всякое ерьмо дьявола Потому что мы покорились Ему Не добровольно, но по воле покорившего нас Туда и Господь Мы получили это откровение от Тебя Мы получили Тебя в качестве Господа нашей жизни И мы знаем, что Ты совершенный Бог Который никогда не допустит ничего плохого Потому что Твои помышления о нас Во благо, а не во зло А значит эти помышления и о нашей семье И о наших детях И о наших отношениях И о нашем будущем, Господь Пусть это все сегодня Будет излито в жизнь каждого человека Во имя Иисуса Христа И мы это разрешаем здесь на земле Да будет разрешено на небесах Во имя Иисуса Христа Потому что Ты сказал Где двое и трое согласятся И попросят Отец Небесный дал нам это И мы на этом стоим обетовании И да будет так во имя Иисуса Аминь Господи, мы молимся сейчас За отдельно людей, кто страдает И кто борется с этим духом алкоголизма Как Таня говорила об этом Господи, мы молим Тебя И согласись, чтобы Ты дал силу Этим людям победить, Господи Силу, Господь, свою силу Чтобы Ты отделил этих людей И дал им победу над Этой зависимостью, Господи И вывел все семьи Вывел, кто желает, кто Тебе говорит Да, Господи, я хочу освободиться Мы молим Тебя Освободи, отдели, очись, Господи Во имя Иисуса Христа И дай силу и помазание, Господи Выйти из этого рабства Во имя Иисуса Христа Мы запрещаем этому страху Над теми людьми, кто освободился от этого И кто боится, что опять он упадет Мы молим Тебя, поддержи Укрепи, Господь, каждого Во имя Иисуса Христа В семье, в быту, Господи Укрепи каждого, Отец Чтобы Твое благословение Было излито для каждого Во имя Иисуса Христа Аминь